Жизнь этого человека расписана на год вперед. Уже сегодня он точно знает, что будет делать 16 февраля 2006 года в 23.10 по среднеевропейскому времени. Буду убивать, буду подавлять, буду киллером. В этот день, 16 февраля 2006 года, на Олимпийских играх в Турине определится имя чемпиона в мужском одиночном катании. Евгений Плющенко! Евгений Плющенко! Евгений Плющенко! Вот я им попользуюсь, потом отдам. Окей. Бог рядом. Его путь к мировой славе был трудным. Первый по-настоящему мужской поступок жизнь заставила совершить Евгения Плющенко уже в 11 лет. В его родном Волгограде закрыли школу фигурного катания, единственную в городе. И родители отпустили Евгения в Петербург. Одного в 11 лет. Когда он приехал в Петербург, ни родственников, ни знакомых у него там не было. Первую ночь он проспал в кресле, прямо в школе фигурного катания. Я первый раз не услышал о Жене. Я первый раз его увидел. И был такой маленький, тоненький, стройненький червячочек. Но что-то в нем было. Что-то в нем было. Вот глаз тренера видел в нем что-то. Насколько я помню Женьку, он такой был маленький, такой худенький, такой как птенчик. И очень гибкий. И это всем удивляло в своей египетске, как бы до сих пор делать свой Бильман, что мальчик для мальчика это удивительно. И как бы в этом все отличались. Как бы сразу, это Женя Плющенко, которая гнется во все стороны. Вращение Бильмана, которым говорит Елена Бережная, это визитная карточка Плющенко с самого начала его карьеры. Он первый и единственный представитель мужского и одиночного катания, который сделал этот элемент. В Петербурге Плющенко попал в очень сильную группу. Олимпийский чемпион Урманов, члены сборной России Новосельцев и Татауров, будущий главный соперник Ягудин. Евгению выпала тяжелая роль – быть подающим надежды в группе больших чемпионов. Находясь в таком окружении, мне кажется, что он прошел, во-первых, школу высокого спортивного мастерства, но с другой стороны, он прошел очень тяжелый и сложный путь, когда его эти же чемпионы мира, и они его не воспринимали, они с ним обращались очень сурово. И он прошел не только такую школу спортивной жизни, но еще такую, я бы сказал, спортивную дедовщину. – Говорит, да? – Говорит. – Ну, на самом деле, как бы, пришел в 1994 году Плющенко в Мишинскую группу, и там были взрослые ребята, которым уже было 20-23 года. Естественно, была, я думаю, что в каждом спорте была дедовщина. Меня постоянно обижали взрослые ребята, то есть, если я не поздоровался с ребятами, приходилось выходить из раздевалки, переодеваться где-то в коридоре, на льду, потом они не пускали меня в раздевалки, делали найк. Найк – это чехлом, бьется по корпусу, неважно куда, и, естественно, остается след. Я был дерзким, я мог сказать «дурак» на старшего спортсмена, потому что он меня обижал просто так. Поэтому прошел многое, но благодаря этому я быстро вырос. Когда приехал в 11 лет, я начал курить, пить, не знаю, я попробовал все. Я попробовал все, потому что не было родителей. И это тоже хочу сказать спасибо, что я познал это раньше, рано. На сегодняшний день я полностью вообще поменялся, полностью. И в последнее время я даже не употребляю бутылку пива. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда приехала мама, мне было 12 лет, и мама сказала, что вот ты понимаешь, очень трудная, сейчас трудная вообще жизнь, и понимаешь, что отец наш работает в Волгограде один, нам не хватает денег, давай поедем в Волгоград. Вот, я сказал, да, что я все понимаю, надо уезжать в Волгоград. Ну и звоним, естественно, Мишину, нам вот уезжать завтра, мы звоним мы. Алексей Николаевич, конечно, был в шоке, приехал, вызвал Женю, не зашел в комнату, вызвал Женю и говорит, что ты делаешь, что ты слушаешь маму, ты должен тренироваться, ты спортсмен. Он потом мне сказал, вы зря это делаете, вы губите мальчику жизнь. Я просто маме сказал, вы знаете, мама, вы делаете ошибку. Выезжай в Волгоград, все трудно, очень трудная жизнь, все сложно, но вы делаете ошибку. Она поверила, и, наверное, это было очень существенным, потому что моментом его спортивной биографии, потому что если бы тот момент уехал, ну просто мировое фигурное катание просто бы не было знакомо с фамилией Евгений Плющенко. Он зашел потом и говорит, ты знаешь, мам, ты поезжай к папе, а я, говорит, останусь здесь, я не смогу без спорта. Я уехала, он меня провожал, бежал за поездом, кричал, я ревела. Плющенко остался не зря. Через полгода после несостоявшегося отъезда в Волгоград его впервые в жизни приглашают в сборную России. В 14 лет он уже чемпион мира среди юниоров, в 15 серебряный призер взрослого чемпионата Европы. У Плющенко появляются первые поклонницы, на него начинает обращать внимание пресса. Сохранилась пленка с его самым первым телеинтервью, 1997 год. Мы решили сравнить, как спустя 8 лет Евгений отвечает на одни и те же вопросы. Есть ли у вас приметы, в которые вы верите? Нет, примет у меня нет никаких. Есть, есть приметы, но вам немножко не скажу. Любимая марка автомобиля? Бенда. Мерседес. Любимое блюдо? Картошка и курица. Суши. Любимый стиль одежды? Спортивная. Классика спортивная. Любимое место на земле? Испания. Санкт-Петербург. Любимая книга? Нету. Нету. Как вас изменило фигурное катание? Ну, прежде всего, в лучшую сторону. Стал другим человеком. Каким-то охламоном. Фигурное катание меня поставило на ноги и изменило как человека. Она маленькая, Женя. Женя, она маленькая. Может, мне нравится. Клечок пошел на ногу. Но я на свитер ее одел. Не важно, плечи короткие. Плечи короткие, да? Да. Маленькие, да? Чуть-чуть. Ну, я на свитер сейчас. Сегодня Плющенко может позволить себе покупать то, что он хочет, не особенно задумываясь о ценах. Сегодня. А 10 лет назад все было совсем по-другому. Мы ходили с мамой, что я вообще стеснялся раньше, потому что я не мог посмотреть на людей. Ей, когда собирали бутылки, то ей говорил, мам, ты посиди здесь на скамеечке, а я пойду там соберу. И вот когда там люди выпивали, там, не знаю, пиво, по-моему, вот я собирал эти бутылки в пакетик, все. И там 4-5 бутылок мы собирали. И там покупали батон, например, там, что-то еще. Вот, то есть, ну, трудно было, трудно. Помню, что проснулся на утром, пошел на тренировку, и мама сказала, что вот поляблока. Когда осталось поляблока, мама пошла и заняла денег, потому что уже не было выхода. Вот метро Горьковская. Метро Горьковская – это то самое место. Здесь по дороге на тренировку Евгений и собирал пустые бутылки. Об окрестностях метро Горьковская остались чистые детские воспоминания. Раньше здесь стояли ларьки, и были вот такие крысы, которые пробегали под ногами. Это было ужасно. Боялся крыс, честно? Безусловно, боялся. Но я не только крыс боялся, я боялся мышей, с которыми мы раньше жили. И когда папа приезжал к нам, он ставил мышеловки, и потом мне приходилось там с утра просыпаться, и эту мышеловку убрать, открывать и выкидывать мышь. Огромное спасибо. Великолепно. Можно поцеловать? Нет, целовать нельзя. А с любовью написать? С любовью вам скажу. Мы тебя любать хотим. Спасибо большое. Пойдите мне с день рождения, у меня мечта обнять. Пойдите. Пойдите, пожалуйста. Только не на лице. Женя, подожди. Не получилось. Давайте, давайте. Она плохо вышла там. Давай, давай. Ань? Однажды мы поехали в лагерь, и мы приехали в Москву на Павелецкий вокзал. На Павелецком вокзале мы купили пистолеты. Игрушечные пистолеты с пластмассовыми пульками. А было лето, и проходили люди по улице, и мы им стреляли в мягкие места. Вот, и однажды даже, видимо, больно попали какому-то мужчине, который уже зазлился, вызвал милицию, и двоих моих друзей по фигурному катанию забрали в милицию. А Женя Плющенко убежал. Рассказывая о своей ранней спортивной юности, Евгений везет нас еще в одно памятное место. В середине 90-х годов, недалеко от дворца спорта «Юбилейный», они с мамой снимали маленькую комнату в огромной коммунальной квартире. Сколько ты здесь не был? Лет 8, наверное, не был. Ничего не изменилось. Почище не стало? Ну, почище, посветлее стало. А ключи терял когда-либо? Да у меня их и не было, на самом деле. Тетя Аня, здравствуйте. Ой, здравствуй, Женечка. Здравствуйте. Здравствуй, Женя. Как ты вырос? Время идет. Евгений заранее договорился с Анной Владиславовной о нашем визите, но она все равно волнуется. Телевидение. Да, Женя. А каким был раньше Женя? Ну, каким? Ну, он был маленький, худенький мальчик. Ну, посуду всегда за собой мыло. Комнату, в которой Евгений жил с матерью, отдали под общее пользование. Жилкомиссия признала ее непригодной для жилья. Ну, что, комната стоит. Что здесь было? Комната стоит. Здесь был диванчик небольшой, посередине раскладушка. Слева был шкаф. Ну, все то же самое, небольшой телевизор. Здесь мы с мамой обитали очень долго. А вот смотрите, вот про что я и говорил. Вот она фанера. И что здесь было? Вот эта фанера ходила ходуном. И там пьянки, гулянки. Соседей, которые 10 лет назад жили за этой стенкой, встретить не удалось. Переехали. С нами еще жили другие соседи, которые любили треснуть. Дюгнуть. Дюгнуть это у вас называлось? Да, это у меня. Вас с мамой не приглашали поучаствовать? Нет, нет, нет. Нас не приглашали, потому что мы вообще этого всего боялись. Это было ужасно, конечно. Потому что люди дрались, а соседняя комната это была наша. То есть была перегородка. То есть в одной комнате драки были, пьянки, перегородка эта фанерная. И здесь мы жили. И постоянно мы думали, что они пробьют нашу эту фанерную стену, завалятся к нам и начнут пить у нас. Прошло 8 лет. Субтитры сделал DimaTorzok Алексей Мишин и три его звездных ученика. Урманов, Ягудин, Плющенко. Знаменитое фото 97-го года. Вскоре из-за травмы уйдет из спорта Алексей Урманов. А в 98-м году весь мир фигурного катания потрясет известие. После победы на чемпионате мира от Алексея Мишина уходит Ягудин. Я каждый день видел Ягудина и Мишина. И Ягудин его слушал. Мишин к нему прислушивался. Поэтому я вообще не знаю, как так получилось, что так резко раз Ягудин ушел. События развиваются стремительно. В январе Ягудин выигрывает чемпионат Европы. В феврале Олимпиада в Нагана. Мишин верит, что Ягудин может попасть в призеры как минимум. Но Алексей заболевает воспалением легких и в итоге занимает только пятое место. Мишин возвращается из Нагана раздосадованным. Вы знаете, я такой человек, которому нужно, чтобы тренер уделял как можно больше внимания. И я, естественно, понимаю Мишину, который не может уделить мне больше внимания, чем, допустим, Плющенко или Урманова. И я принял такое решение, что перейти к другому тренеру. Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Даже тренируясь в одной группе, они никогда не были друзьями. Два гениальных фигуриста и два абсолютно разных человека. Два противоположных характера. Сама жизнь подтолкнула тренера Алексея Мишина к выбору. Я здесь не виню Лешу. Наверное, он сделал правильно. Почему? Потому что, знаете, можно ли разделить поровну любовь к двум женам? Ну, такое неадекватное сравнение может быть. С другой стороны, очень равноценно. Но очень трудно разделить. Подарки, улыбки, поцелуи. Очень трудно разделить. И, наверное, какая-то жена почувствует, что все-таки ее любят меньше. Я не помню, когда я с каких-то приехал соревнований, я услышал то ли от мамы, то ли... Точно не могу сказать сейчас. От кого-то я услышал, кто-то мне сказал, что Ягудин, наверное, уйдет от Мишина. Честно, я безумно обрадовался. Ягудин ушел. И выиграли от этого все. Четыре года от Олимпиады в Нагана до игр в Солт-Лейк-Сити главной темой в мировом фигурном катании была их дуэль. Год за годом мир следил за борьбой двух российских мальчиков – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. За четыре года они встретились на льду 18 раз. У Ягудина 8 побед, у Плющенко 10. Вот наглядная иллюстрация, насколько напряженной, изматывающей была их борьба. Закончились соревнования, последним катался Плющенко. Теперь он ждет, на какое место поставят судьи. И Ягудин под трибунами тоже ждет. И реакция Алексея Ягудина на первую за полтора года победу. До Олимпиады оставался месяц. 2002 год. Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити. Евгений Плющенко ни разу и никому не рассказывал, чего стоило ему самое тяжелое в карьере поражение. Никто и предположить не мог, что судьба Олимпийского золота фактически будет решена уже в короткой программе, в которой Евгений занимает только четвертое место. Это произошла случайность, то, что у меня не получилось четверной. Причем грубейшая ошибка, конечно, что я еще упал, не докрутил прыжок. Это, конечно, произошло просто случайно. В произвольной программе я уже шел, конечно, на рекорд, безусловно. Я делал 4-3-3 каскад, тройной аксель, тройной флип, второй четверной. Я шел, конечно, на рекорд, чтобы биться за первое место. Все равно я пытался, пытался бороться, но, естественно, при хорошем катании Алексея он, естественно, выиграл. Я проснулся на следующий день, и я понял, что я просто задыхаюсь. Я просто задыхаюсь. Точнее, я не на следующий день проснулся, я проснулся ночью. Я не смотрел на время, но это была ночь. Я еле поднялся, мне ломало все, меня крутило, ломало, знобило. Я чувствовал, что у меня температура, но я не знал, что за температура. Я пошел к Каниканову Виктору Ивановичу, это наш доктор. Он жил с Мишиным. Я разбудил их, мне поставили градусник. И температура 40. Он не выиграл Олимпийские игры. И здесь самым простым и самым естественным, может быть, ходом и криком души был бы, ну что, ну тренеры плохие, хореографы плохие, все плохие. Он не стал делить эту неудачу, он не стал делить эту тяжесть, он эту тяжесть положил на себя. Алексей Николаевич меня заставлял, заставлял, Жене надо работать, жизнь не останавливается. Мы выиграем Олимпиаду и не одну, мы выиграем. Вот, поэтому я прислушивался к старшему и, естественно, понимал, что жизнь не потеряна. И Мишин был прав. После Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в фигурном катании наступила эпоха Евгения Плющенко. За последние три сезона он принял участие в 24 соревнованиях и 21 раз занимал первое место. В историю вошли турниры, на которых Евгений получал 16 высших оценок. 6-0. С января 2004 года он не проиграл ни разу никому. Легко выступать, если твоя линия, твоих спортивных результатов, она колеблется. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Очень трудно быть только наверху. И вот эта тяжелая роль выпала на долю Жени. Какое мнение существует в мире фигурного катания? Если Женя не первый, то это провал. Когда я приехал в 11 лет, он заменил меня отца. Вырастил меня, воспитал, помог. Я только могу говорить позитивное про Мишина. Он меня вырастил, он меня воспитал, он меня создал. На даче у Алексея Мишина живет среднеазиатская овчарка. Это подарок от Плющенко в 2001 году на юбилей. Плющенко в 2001 году на юбилей. А про девчонок, ну что я могу сказать. Огромное спасибо им, вот что я могу сказать. И они меня узнают, они меня любят. Они приходят, поддерживают меня. Потому что с публикой, с фанатами, с девчонками я катаюсь лучше. И я знаю, что моя мама и мои родители вообще говорят, что пока еще рано жениться для мужчин. Должен, во-первых, погулять, должен пожить такой своей жизнью, можно так сказать. Но я думаю, что 27-30 лет. С 2004 года рядом с Плющенко часто видят одну девушку. Когда включаются телевизионные камеры, она старается отойти в сторону. Она не любит купаться в лучах чужой сына. Женя, я тебя люблю, Женя. Для меня девушка должна быть первая, что она должна понимать, что такое для меня фигурное катание. Ну, и, конечно, любила. Не только, что Плющенко-фигурист хороший спортсмен, но еще как человек. Ты сталкивался с такими девушками в своей жизни, что вот они любили Плющенко-фигуристы и все? Безусловно, сталкивался, конечно. Я думаю, что многие публичные люди и многие известные люди сталкиваются с этим. После своего бенефиса в октябре 2004 года Плющенко пообещал дать автографы абсолютно всем желающим. Наша съемочная группа уехала через 25 минут после того, как он вышел к поклонницам. Евгений все еще оставался. Обязывает популярность. Раз. Отсюда. Пошел. Начинаешь, закрываешься, да, и отсюда, и отсюда, и публичка. Сегодня в мире нет фигуриста, способного выиграть у Плющенко. Только от него одного на любых соревнованиях зависит судьба золотой медали. Только сам Евгений, если ошибется, может пропустить кого-то из соперников вперед. Это тяжелый психологический груз. Меньше чем через год Олимпиада в Турине. Наверное, самый главный в его жизни турнир. И там будет то же самое. Все будет зависеть только от него одного. От Евгения Плющенко. Для меня жизнь не закончится, если я ее даже не выиграю. Мало ли, всякое бывает. Это спорт, и я понимаю. Я не боюсь Олимпиады. Я подготовлюсь к ней заранее. И буду бороться, как боролся на этой Европе. В произвольной программе. Не в короткой. Вот, поэтому буду убивать, буду давить своим катанием. Буду подавлять. Буду киллером на льду. Только что еще? Не сразу поднимай руки наверх. Значит, начни их здесь, отсюда. Вот так, соедини руки. А потом только поднимай, чтобы было видно лицо и тогда. Тогда атак ты немножко высокой, короткий, подальше. А здесь начинаешь. Длинный подход, да. Все. Закончили на сегодня. Грибов не будет. Холодца не будет. Все. Дуйте. Ни холодца, квашеной капусты не будет. Снимайте.